Ребятки, всем привет! Хочу вас познакомить с еще одним проектом под названием Комса. На моем канале вы можете найти видео ранее об этом проекте. В данном видео я хотел бы более подробно рассказать о данной платформе и рассказать о ее плюсах и минусах, и детально рассказать об ICO, названном токен-сейле. Напомню вам, что такое Комса. Комса является решением для децентрализованных организаций. Сами разработчики в своем white paper и технической документации указывают, что Комса является решением проблем переноса существующих организаций на публичный токен. Комса предлагает объединить сети NEM, Ethereum и Bitcoin вместе с сетями Midgen, которые будут использоваться организациями. Идея состоит в том, чтобы объединить организации и держателей криптовалют, в то же время как организации могут иметь рынок для продажи своих продуктов и услуг, и продолжать разрабатывать свои блокчейн-решения для обслуживания широкого круга пользователей. Кроме того, этот симбиоз также позволяет обеим странам криптомируют традиционные экономики и объединиться, способствуя проникновению криптоэкономики в традиционный бизнес и наоборот. Следовательно, помогает принятию криптовалют широкими массами. А теперь давайте более подробно поговорим о том, как проект Комса собирается объединить мир традиционной экономики и технологии блокчейн. А именно, Комса как платформа для ICO. Это самое первое очевидное решение. С одной стороны, ничего нового в этом нет, так как есть уже много проектов, которые запускают на своей платформе ICO. Такой лучший пример является KIKIKO, которая собрала довольно-таки крупную сумму. Но все же, на данной платформе будут предоставиться такие услуги. Это бизнес-планирование и проектирование сервисов с использованием технологии блокчейн, особенно токена. Второе, это токенизирование основных активов, цифровые активы, киберсредства. Также юридическая поддержка ICO и токенизации. Создание многоязычной технической документации, выпуск и продажа токенов с использованием краудсейла платформы. Предоставление рынка на бирже Zave. Потом приватный блокчейн MinGen или внутренние рейсы на BAS. Делегирование сетевых комиссий Network Food Delegation. Токены привязанные, ну то есть привязанные токены Paged Token, которые позволяют существующему бизнесу проводить транзакции с публичного блокчейна NEM в традиционную валюту, так называемую фиат-валюту. Или основные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум и так далее. Следующим плюсом являются разработка смарт-контрактов на основе блокчейна NEM. Также следующим плюсом являются то, что разработка смарт-контрактов на основе блокчейна эфириума. В будущем, когда платформа Комса будет готова, данная платформа включает еще несколько услуг. А именно, интеграция с Комса Core, а также интеграция с Комса Hub. Подключение и привязка приватного блокчейна к публичным. Также Комса, как межплатформенный интегратор, кросс-чейн контроллер и маршрутизатор, объединение приватных ключей и публичных блокчейнов. Комса предлагает объединить три мощных публичных блокчейна, а именно биткоин, эфириум и NEM. И послужить в качестве межплатформенного интегратора, способного соединить основные криптовалюты в рамках одной системы для свободной конвертации средств между различными блокчейнами. В сочетании с приватными ключами, использующимися организациями и привязанными заменить традиционные базы данных Комса, выходит далеко за рамки простой платформы для ICO и приобретает новый смысл. Теперь ее функционал может быть использован в самых различных областях. Микроплатежи, интернет-вещей, игровая индустрия и так далее. Также токен с привязкой к традиционной валюте. А именно, Комса собирается выпустить токены с привязкой к традиционным валютам, так называемым фиат-валютам. Добавив сотрудничество с японской биржей Zave, это позволит перенести практически бизнес-транзакции на публичные блокчейны. Люди могут использовать фиатные и криптовалютные значения. Как ни скажи, а это актуально и востребовано в сегодняшний день, когда уже криптовалюта приобретает свои обороты и популярность в обществе. Также существует своя биржа и законодательство на регулирование. А именно, японская биржа Zave играет одну из ключевых ролей гарантируя размещение токенов и их привязку к активам. Биржа попадает под регулирование FSA. В соответствии с новым законом будут появляться все транзакции. Также потребуют от бирж иметь надлежащую сегрегацию средств, находящихся в доверительном управлении как для фиатных валют, так и криптовалют. Средства получены от биржи Zave от имени Комса для криптовалютных и фиатных токенов, будут разделены в соответствии с требованиями токена. Также Комса планирует работать с офис-бизнесом и существующими организациями. По словам разработчиков Комса, ориентированы в первую очередь на существующий бизнес. Никаких голых людей и менеджеров-призраков, только реальные проекты и минимум риска. Это большой плюс для инвесторов, которые собираются вложить свои средства в данную платформу. Также заинтересованность в данном проекте крупных компаний, а именно ведущие японские венчурные капиталисты, а именно Nippon Technology, Venturi, Parents, Fisca, Capitals и другие, инвестируют в токены Комса и NEM более 9 миллионов долларов. Сразу три крупных фонда изъявили такое желание. И это говорит о многом, что проект имеет свои перспективы. Что получат держатели токенов в курсе, если вы примете участие и приобретете какую-то часть токена? Согласно VIP, то есть White Paper, держатели, купившие токены Комса во время ICO, получат 5% бонус за каждое участие в предстоящих компаниях ICO на платформе Комса. Также держатели токенов получат возможность голосовать за ICO-проекты. Об этом говорилось уже ранее мною. Цена, например, цена токена, какой она будет, какие инвесторы скоро станут миллионерами, когда лучше покупать токены на ICO или бирже. Самые главные вопросы, но если попробовать поразмышлять, возможно стандартный вариант большинства ICO-проектов. Сначала торгов цены многократно, но не превосходящие цены на ICO, затем падение, небольшой простой и рост. Кто успел продать и перезакупиться, молодцы. Кто не успел, тот уже не успел. В краскосрочной и многосрочной перспективе нужно учитывать то, что время от времени токены будут снижаться, общее количество токенов будет сокращаться, это значит на оставшемся по логике цена только возрастет. То есть так называемые ICO. По логике вещей никто не будет продавать токены ниже цены ICO, то есть 1 доллар. Это возможно только в результате провала проекта. А команда уже как бы дает гарантии то, что проект будет востребован. И уже, как можно сказать, за начавшийся вчера ICO, то есть 2 октября 2017 года, проект уже собрал 50 миллионов долларов. И это всего лишь навсего за один день. Но все же, ребята, решение за вами, принимать, инвестировать ли вам в Комса или нет, вы решите сами для себя. Я считаю, что проект достоин любых инвестиций, так как он является перспективным. И вложения уже за один день 50 миллионов долларов показывает, что это реально достойный проект с большой перспективой. Также поговорим теперь немножко о технической документации. Все ссылочки будут в описании. Здесь так называемый white paper. Здесь более подробно написаны все проблемные вопросы и вообще все вопросы отношения проекта. И вы можете их найти здесь для себя. Как бы что вам интересно, вы можете полистать и найти все, что вас интересует. Здесь вот все о самом проекте, о валютах, о токенцеле, о партнерах и законодательном регулировании. Если вам будет интересно, вы можете почитать. Также у данного проекта присутствует веточка на форуме Bitcoin Talk, как баунти-ветка, так и официальная веточка. Также ссылочки будут в описании. Здесь вы можете более подробно, ну, как бы подробно, или если вы не хотите так много достать white paper, вы можете коротенько подрестать официальную ветку данного проекта. Если вам понравится, вы можете принять участие. Также вы можете почитать отзывы пользователей относительно данного проекта и как бы принять для себя какие-то определенные решения. А также, если у вас возникнет желание, вы можете быть участием в баунти-компании данного проекта. Баунти-компания данного проекта состоит из шести основных блоков, а именно компания переводов, компания подписная и аватар-компания, Twitter-компания, блог-компания, Facebook-компания, а также YouTube-компания. Также ссылочка будет в описании. Здесь вы можете полистать, посмотреть соответствующие требованиям и решить для себя, стоит ли вам принимать участие в баунти-компании. На этом все, ребята. Скажу в заключение то, что считаю данный проект достойным и как бы сам хочу в него профинансировать, так как данный проект является перспективным. Я считаю, что этот проект станет одним из лучших проектов данного года, так как предлагает что-то новое для криптомира. На этом все, ребята. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.